Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники, цветоводы и подписчики канала Агрофирмы Партнер. Я рад приветствовать вас у нас в гостях. И сегодня пришло время собирать свеклу. И не просто свеклу, а очень интересный гибрид под названием Кастрел. Сегодня мы с вами его соберем, разрежем, посмотрим, что из себя этот гибрид представляет. И убедимся, что этот гибрид достоин занимать свое место на наших грядках и огородах. Дорогие наши друзья, мы с вами берем вот такие вилы, для того, чтобы не выдергивать наш гибрид. А для того, чтобы его вот так вот поддеть и тем самым не повредить наши корнеплоды. Ведь мы с вами не только их будем употреблять в свежем виде, но и хранить в погребах. Поэтому очень-очень аккуратненько вот таким движением мы выдергиваем наши корнеплоды. Но опять же, не выдергиваем, аккуратненько вытаскиваем. Ну, замечательная свекла. Срок вегетации этой свеклы 120-130 дней. Но самое интересное, то что эта свекла гибрид и она устойчива к основным заболеваниям, очень урожайная и набирает массу более 500 грамм. Дорогие друзья, несмотря на вот такой компактный размер, довольно-таки увесистый корнеплод. Чтобы корнеплод хорошо хранился, мы с вами срезаем ботву и оставляем 5-10 миллиметров, не более. Тогда наш корнеплод будет замечательно храниться у нас в погребах. Дорогие садоводы, огородники и цветоводы, свеклу кострел, как и все остальные свеклы, мы, конечно-конечно, прореживали. Но при этом не выбрасывали наши маленькие корнеплодики, а пересадили их на другую грядку. И что с ними стало, мы сейчас с вами покажем. И поможет нам в этом наш любимый и уважаемый Николай Петрович Хурсов. Дорогие друзья, здравствуйте. Я хотел бы представить вам свеклу, которую мы посадили, как бы не выбросив ее. Вы знаете, что Василий Иванович уже сейчас сказал о том, что всегда-всегда практически из одного семечка свеклы вырастает несколько росточков. Мы оставляем один, да еще прореживаем, для того, чтобы соблюдать расстояние между корнеплодами. И то, что получилось у нас вот именно из пересаженных, из пикированных растений, я сейчас вам и покажу. Вот, к примеру, мы посадили, убрав редис, вы помните, да, мы собирали редис, и на этом месте решили посадить свеклу, чтобы она у нас не пустовала. Вот, посмотрите, какая свеклка. Ну, замечательно, она чуть поменьше, чем у Василия Ивановича на грядке. И, тем не менее, она может быть даже кому-то более выгодна в хозяйстве, потому что, ну, не всегда нужны большие корнеплоды. Вот можно сейчас взвесить. Ага. Какие же у нас получились? Давайте, Николай Петрович. 319 грамм. Замечательный вес корнеплода. Дорогие друзья, не затягивайте со сбором плодов. Точнее сказать, корнеплодов. Не дожидайтесь, пока вот здесь у Вас по кругу появятся такие полосочки, словно покрытые присыпанной манной крупой. Это значит, уже пробиваются вторичные корни. И в этом случае свекла отдаст очень много сил, изменит свой вкус и в коем случае не будет храниться. Вот, посмотрите, вот так мы обрезаем, так и кладем на хранение. Хранить, как Василий Иванович сказал, можно в погребах и в мешках, например, в любых, причем, мешках, кроме полиэтиленовых. Если в полиэтиленовых, обязательно надо дырки делать, да, как мы морковку тоже самое, так же, да, храним, делаем дырки в полиэтиленовом пакете. Очень хорошо свекла хранится и в песке. Василий Иванович, помните, как у Вас до мая месяца лежала и свекла, и морковка? Еще помню, как она у меня лежала, а Николай Петрович не разрешал мне ее есть. Вот, говорит, Василий Иванович, смотри, она до мая долежит, а мне так хотелось есть. Поэтому, Николай Петрович, я вот люблю в свежем виде свеклу употреблять. И поэтому я предлагаю разрезать и посмотреть, а что же там внутри. И до мая месяца не ждать. Как всегда, самую тяжелую работу Николай Петровичу. Давайте, убирайте свои весы. Убрал. Что? Силу у Вас богатырская, вот что, Николай Петрович. У меня пальцев 10 на руках, но я все равно ими дрожу. Вы держите досочку. Держу. Ну, что же сказать про ткань внутреннюю. Посмотрите, она очень сочная. Вот, как хорошо окрашена. Да, не очень выровненно окрашена, но очень хорошая, темная окраска. Посмотрите, практически черешневый цвет. Вот, вишнево-малиновый цвет. Конечно, такая свеколка. Да просто изумительная свекла. Если будет использоваться для борща, но борщ просто объешься и залюбуешься. При хранении вот эти корешочки длинные могут у нас отламываться. И попадает инфекция уже в сам корнеплод. Поэтому, если у Вас вдруг надломился корешочек, как вот здесь Вы видите, да? Ну, не считайте, что она разрезана, будто бы это целая свеколка. Вот корешочек, да? Вы берете и просто отрезаете его. Вот таким образом. Дав подсохнуть, ну, буквально день-другой на сквозняке, Вы убираете на хранить свеколку. Она отлично будет у Вас храниться. Вы видите, что совсем небольшая разница у нас получилась по массе, да? Потому что, в конечном счете, у Вас на грядке свеколка покрупнее, но она и посажена пореже. Мы же с Вами, когда прищипывали две трети корешочка по длине, да, удаляли большинство листьев, оставив два маленьких листочка, сажали значительно чаще. Поэтому общая масса урожая с метра квадратного будет абсолютно, Василий Иванович, одинаковой. Я согласен полностью. Дорогие друзья, послушайте наш совет. И при прореживании не выбрасывайте корнеплоды, правильно? Конечно. А пересаживайте в свободное место, и Вы увеличите урожай. Василий Иванович, можно просто как дополнительная культура к каким-то другим овощным культурам подсаживать. Изумительно. И будет замечательно, в общем-то, урожай дополнительный именно от этих малюсеньких, крошечных ростов. Николай Петрович, а Вы сейчас говорили про борщ. Поэтому я предлагаю закругляться и идти обедать, дорогие друзья. Мы с Вами прощаемся. С Вами был Николай Петрович Фурсов. И Василий Иванович, Блокин-Мечталин. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. До свидания. И употребляйте свеклу Кастрел. Не пожалеете. Пока. Ну, Василий Иванович, пойдемте быстрее. Что, идем, 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 идем здесь. Пойдем. Пошли. Не, я говорю, что вот из этой свеклы больше хорошей получится. Николай. Ну, из моей лучшей. Нет, из моей лучшей. Сейчас соревнования. Сейчас соревнования. Не мог взять лопатку. Господи. Пока. Пока.